В первомайском митинге приняли участие полторы тысячи железногорцев. Главную идею, которую провозгласил в этом году профсоюз, достойный труд, справедливая зарплата. К микрофону, установленному на ступенях Дворца культуры, выходили бюджетники, обеспокоенные финансовым дефицитом. На 2014 год лимиты по федеральному бюджету уменьшены на 40%, в том числе и на оплату труда. Выделенное финансирование на 2014 год на оплату труда в сумме 500 миллионов рублей, ниже необходимого на 38%. То есть дефицит на оплату труда составляет около 300 миллионов рублей. В своем выступлении Юлия Тойминцева также отметила, что профсоюз КБ-51 обеспокоен сокращением больничных коек, а также тем, что в новых штатных расписаниях, прорабатываемых на предприятии, заложены перспективы сокращения персонала на 404 человека и уже подготовлены уведомления о сокращении 143 медицинских работников. О проблеме с оплатой труда говорили и работники образования. Верните наши оклады, в которых учтены наши образования, наш стаж, аттестация, тогда гарантированная часть будет больше стимулирующей. Измените методику расчета средней зарплаты, тогда мы сможем сказать, что нас видят, слышат и понимают. В завершении митинга председатель профсоюзной организации ООО СС Валентин Романенко предложил принять резолюцию. В ней, в частности, выдвинуто требование. Увеличить размер пособия по безработице в и период его выплаты. Ввести обязательное страхование от потери работы. Не допустить пересмотра Трудового кодекса Российской Федерации в ущерб работающим. И попыток перевести образование и медицину на платную основу. Обеспечить регулярную индексацию заработной платы работникам в соответствии с уровнем роста потребительских цен. А также повысить пенсии до уровня не ниже 60% от утраченного заработка. Настоящую резолюцию направить в адрес президента, правительства Государственной Думы Российской Федерации, губернатора, правительства Законодательного Собрания Края в администрацию и Совет Депутатов города Железногорска. То за эту резолюцию прошу голосовать.